приветствую вас уважаемые подписчики и любители токарной обработки дерева с вами андрей громов преподаватель токарной школы рубанка в город москва как вы уже заметили по нашим публикациям в соцсетях в нашей мастерской появился новый житель это токарный станок от австрийской компании ноутер старший брат уже знакомого вам токарного станка твистер и сегодня я вам немного расскажу про него с того времени как станок приехал к нам у нас уже было время поработать за ним и у меня и учеников нашей школы сложилось определенное мнение о впечатлениях которые мы получили я расскажу в конце видео а сейчас о его основных характеристиках вес этого станка 190 килограмм как вы понимаете такая масса дает станку устойчивости и снижает вибрации во время работы расстояние между центрами целый метр это уже готовая ножка стола или балясина расстояние от станины до центра 230 миллиметров плюс возможность разворота передней бабки у этого станка мощный полутора киловаттный асинхронный двигатель благодаря большому крутящему моменту он не теряет мощности при работе на низких оборотах очень удобный пульт управления он на магните поэтому его можно закрепить любом удобном для вас месте и с него очень легко управлять самим станком здесь есть кнопка включение выключение кнопка регулировки оборотов а также кнопка реверса отдельно нужно рассказать про частотный преобразователь дельта на его лицевой панели мы видим две розетки с крышкой на 220 вольт пульт управления тумблер включения выключения и тумблер переключения скорости остановки шпинделя в первом положении тумблера вал станка раскручивается и останавливается быстро это удобно когда во время работы вам приходится часто запускать и останавливать станок например для разметки в другом положении вал станка раскручивается очень медленно и останавливается гораздо медленнее это нужно когда вы работаете с большой массивной заготовкой дело в том что у некоторых планшайб нет фиксатора и во время резкой остановки такая планшайба вместе с заготовкой может просто скрутиться станка давайте откроем крышку и посмотрим что внутри вот видите станок остановился это произошло благодаря тому что здесь стоит магнит который предотвращает работу станка с открытой крышкой здесь мы видим широкий поликлиновый ремень и делительную шкалу с этой стороны удобный замок и сексатор шпинделя в нужном для нас положении и это положение можем видеть через окошко здесь хорошо видны цифры переднюю бабку мы можем двигать по станине и разворачивать любом удобном для нас положении я сейчас отодвину подручник уберу пульт мы откручиваем фиксатор шпинделя поднимаем рычаг и двигаем здесь же мы можем развернуть и она любое удобное положение здесь есть фиксатор на 90 градусов и на 180 градусов давайте вернем бабку назад я расскажу про комплектацию стандартной комплектациях станку идет подручник 350 миллиметров передние и задние центра естественно выкладка фиксатор шпинделя который на магните и всегда под рукой самое главное друзья резиновый коврик в комплекте со станком идет еще направитель с конусом морзе 2 с двух сторон он необходим для того чтобы искать центр после того как вы передвигали переднюю бабку делается это так мы ставим в переднюю бабку пододвигаем задние особо ослабляем фиксатор передней бабки вот он у нас зафиксировался и теперь зажимаем все центр найден общее впечатление от работы за этим станком положительные не только у меня но и учеников нашей школы всем нравится его точность качество сборки и эргономичность на самом деле про этот станок хочется не рассказывать за ним хочется работать и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте большой палец вверх и приходите к нам в токарную школу. С вами был Андрей Громов.